А сейчас мы затронем, возможно, не самую приятную тему, которая не доставит какого-то эстетического удовольствия. Но если на нее закрывать глаза сейчас, последствия для нас и наших детей могут быть еще менее приятными. Мусор и что с ним делать? Ответы искала моя коллега Юлия Лосеева. Да, Алибек, и прежде чем появиться в студии, я объездила немало мест, скажем так, с душком и готова поделиться тем, что увидела. Забегая вперед, могу сказать, увы, это мусор не только на свалках, но и в головах. Живописная картина. Жаль не маслом. Мусором усыпаны даже деревья. Видимо, потому что места в контейнерах и рядом с ними уже заняты. Компании, вывозящие мусор в Актобе, разводят руками. Мол, действующего тарифа 180-200 тенге с человека едва хватает, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам и приобрести топливо для машин. А работать с отходами без доходов, понятно, никто не хочет. Выход есть. Поднять тарифы примерно в два раза. Вот только и по старому-то курсу деньги за мусор абоненты отдавать не торопились. 30-40% жителей не платят. Своей временной вообще не платят. В связи с этим у нас там проблемы с мусором. Для того, чтобы повысить тариф, вот такого мусора не должно быть. Такой вот актюбинский замкнутый круг. Чтобы обосновать подорожание, надо показать качественную работу. А сделать ее при старых тарифах и невыплаченных долгах никак не получается. Да, тема отходов неудобная и малоприятная. Но если ее попросту игнорировать, то она напомнит о себе сама. И жестко. Год назад Кокшетау стали атаковать крысы, поскольку мусор из дворов вывозили нерегулярно. Почему так происходило? В том числе, потому что был крайне низкий тариф. Мы отправились посмотреть, как там идут дела сейчас. Красивый, солнечный, опрятный. Таким нас встретил центр Кокшетау. Но во дворах уже было всякое. Вот это центр города. Мы сами дворниками работаем. Мы вот этот мусор весь по дворам собираем. И назад в мусорки таскаем. Представители компании, которые отвечают за опустошение этих самых контейнеров, сами нас нашли, чтобы прокомментировать ситуацию. Мусор вывозите ежедневно, но бывает то, что переполнение. Буквально после вас машина по графику приехала, убрала эту точку. Даже не ложку, а мешки дегтя к бочкам мусора добавляют и сами жители. Пожелание, чтобы жильцы вот так мимо баков не кидали. Ну так они и все переполнены. Ну бывает то, что и так просто кинут рядом. То есть с пустыми баками могут, да? Да, с пустыми баками вот так мимо прошел и бросил. А некоторые просто вот соком некоторые выкидывают сзади домов. Вот жильцы этой пятиэтажки обзавелись собственной свалкой, которую пополняют не выходя из дома. Вот так пакеты все летают, получается. Вот так вот летают. Мы хотим все сделать по новому типу, как в Астане. Ну то есть вот так летать пакеты не будут? Не будет. Она будет закрытая крыша, как обычно. Речь о контейнерах, можно сказать, нового поколения. На колесиках и с крышками. Ну вот мы с вами отошли буквально, я не знаю, 100 метров, наверное, от административного здания Акимата. Дошли до мусорных контейнеров. Ну и я вижу, что здесь у вас порядок. По логике вещей так и должно быть. Вы, наверное, следите за этим. Сегодня как бы в процессе, конечно, мы следим. Мы можем спрашивать от подрядчика, какой вид работы он делает. Если он не будет убираться, мы можем выставить пару уведомлений и расторгнуть. В целом ситуация с мусором в Кокшетау по сравнению с прошлым годом улучшилась однозначно. Но не вспомнить, как было, мы не могли. Крысы были в 2022 году? Были. Были такие факты. Вы сами видели? Я не видел, но были факты. В инстаграме видели, наверное, везде публиковали. Белая будет крыса. И еще сейчас пятнистая появилась. Вчера еще ее не видела, а сегодня уже появилась. Грызуны массово пришли в Кокшетау при тарифе вывоза мусора 150 тенгез человека. Это был один из самых низких по стране. Сейчас его подняли в 2,5 раза. И это привело в город новые обслуживающие компании. Но если одну проблему вроде как решили, то другая до сих пор стоит горой. И в ближайшее время с мертвой точки вряд ли сдвинется. Официально этот полигон временно закрыт. То есть, по сути, он является незаконным. А выброс мусора на его территорию несанкционированным. И тем не менее, отходы со всего Кокшетау попадают именно сюда. А это уже замкнутый круг по Кокшетауске. Больше как на эту свалку вывозить тонны отходов города пока некуда. Но полигон не соответствует нормам действующего экологического кодекса. Где четко сказано, что без предварительной сортировки отходы захоронению не подлежат. Как и нельзя просто закапывать в землю все, что можно переработать. Политика Азовсана в общем направлена на извлечение полезной фракции. И развитие переработки, сортировки. В целях недопущения их попадания на полигон. Полигон это получается из всего цикла обращения с отходами. Это последняя финальная стадия, которая не особо приветствуется. Однако груженные доверху мусоровозы продолжают приезжать сюда. Как признали в министерстве, другого пути у них пока нет. По стране функционирует 3 012 полигонов ТВО. 633 полигона у нас соответствуют экологическим нормам. Как я отметил, в 74 районах и городах не соответствуют. Но эти якобы свалки, как их назовем, они функционируют. Они просто не соответствуют требованию. Но они функционируют. Если бы они не функционировали, мусорный коллапс был. Понимаете, да? Итак, зафиксируем и упростим мусорную статистику. Лишь чуть больше 20% полигонов в стране соответствуют минимальным требованиям. То есть остальные 80 работать не имеют права. Но работают. Это уже всеказахстанский замкнутый круг. Получается, что недавно принятый экологический кодекс как бы опережает реальность. При том, что он моложе любой централизованной свалки страны. В министерстве подметили очевидный плюс. Зато новые полигоны уже точно обязаны будут строить по новым правилам. Иначе разрешительные документы не получат. И в этой связи мы снова возвращаемся в Кокшетау. Там и проект уже разработали. Но он оказался не в том месте и не в то время. Аэропорт стал международным значением Кокшетауский. И охрана зона стала на 15 километров. А была до этого? Была до этого менее 15, до 10, насколько помню. В первую очередь птицы. Соответственно, которые могут повлечь неприятные ситуации с авиатранспортом. По технике безопасности выбрали новое место. В 15 километрах и 500 метрах от аэропорта. Чтобы наверняка. Но сколько теперь времени пройдет, прежде чем мусорный полигон все-таки построят, неизвестно. Есть еще один момент. Надо довести до ума другой, бывший полигон. Его закрыли два года назад. После жалоб жителей соседнего поселка на запах и летающий мусор. Экоактивист Марьям Абишева поставила перед собой амбициозную задачу. Взять и законсервировать все старые отходы, которые здесь накопились. Провести газоотводные трубы, чтобы не было возгораний. И даже посадить вокруг полигона кусты и деревья. То есть делать все согласно новому эко-кодексу. Мы максимум можем отсортировать 10% толстырья, если честно. Весь остаток снова будет захораниваться. Для чего нам создавать все новые полигоны. Еще и в поселках, допустим, в небольших. То есть нам нужно сделать, я считаю, узловые установки по глубокой переработке отходов. В газ, в электричество. Посетила город Аланья в Турции. Именно у них не полигон называется, а фабрика по переработке. Там действительно нет ни выбросов, нет ни запаха. Там просто вообще ничего нет. У них на территории полигона розы цветут. В Казахстане тоже собирались превращать мусор в электричество, сжигая его. Планировали построить 6 заводов. На неделе сообщили, что проект приостановлен. Сначала против выступили экоактивисты, а потом и антикоррупционщики. Поскольку кто-то на решении проблемы отходов решил набить свои карманы грязными деньгами. А ведь есть примеры стран, которые сумели превратить мусор в полезное ископаемое. То, что из мусора в Казахстане все-таки можно делать энергию и деньги, доказали здесь. На эко-полигоне Астаны, где в прошлом году получили первые 2 киловатта. Да, пока немного, но получили ведь. Отходы попадают сюда только после предварительной сортировки. Изымают пластик, стекло, металл, картон, целован. Все, что имеет хоть какую-то коммерческую ценность. Остальное прессуют и вывозят на захоронение. Вы удивитесь, но даже материал, из которого сделано ваше мусорное ведро, мог быть создан именно здесь. Посуда из-под шампуня, из-под каких-то моющих средств, из-под майонеза. Это тоже к нам же поступает как отходы женедеятельности населения. Это тоже у нас поступает на производственный цех. Промывается, сушится, дробится. Опять переплавляется уже в гранулы, ПВД-гранулы мы их называем. Уже с них, уже другие спецкомпании у нас забирают, переплавляют ведра, тазы. Они не уходят на полигон на захоронение. Они получают вторую жизнь себе. Но процент обретения отходами второй жизни пока низкий. Потому что население не очень охотно идет навстречу светлому эко-будущему. Хотя разделять свои отходы хотя бы на два вида – пищевые и все остальные – можно и несложно, считает Коломкас Кулембаева. Нам не надо пока быть, допустим, на уровне Японии или Европы на 10 фракций. Полностью кухню расставлять ящиками тоже не надо. Всего две фракции. Просто пищевые вот эти каши наши надо отделить, чтобы вторичное другое сырье не пачкать. Ну, можно же было вот двумя пакетами выйти. Это туда, а это сюда. Они обычно вот выходят, закидывают в первый ближайший контейнер все, что есть у них. И вот это все как раз к нам и приходит. А вы сами у себя дома сортируете мусор? Обязательно. У меня дети, мои внуки, ну, правда, родственники не особо меня и слушают, но, по крайней мере, когда я бываю, они мне показывают, стараются. Если посмотреть глобальнее, то наши с вами отходы разлагаются, образуют фильтраты. Это вот такая вязкая ядовитая жидкость, которая попадает в грунтовые воды, потом в реки и озера. А на столичном полигоне сделали так, чтобы эта жидкость через специальные трубы и насосы уходила не в землю, а в этот резервуар. Видите, какой он? Он черный. Туда ни одна птица даже не садится. В процессе очистки фильтрат становится светлым. Тут был черный, как нефть, а тут становится светлым, как лимонад. И очень прозрачный. И вот уже прозрачный фильтрат, очищенный, сливается на второй резервуар. И вот как в Астане, по идее, должно быть во всех регионах. Но и столичный полигон не сразу строился, да еще потребовалось около 2 миллиардов тенге. Дорого. Однако именно подобные технологии отличают настоящий полигон от обычной свалки, которых, как мы выяснили, в стране большинство. Сейчас правительство и государство должно пойти на такие траты, как выделить бюджетные средства на то, чтобы организовать специальные полигоны. Хотя бы некое жалкое подобие, чтобы они были хоть как-то ограждены бруссером или каким-то забором. Чтобы вот эти пакеты не летали у нас постепенно. Как эколог я бы мог сказать, что хотя бы как в Астане. В Астане не самый идеальный, не лучший в мире, но тем не менее он соответствует тем экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам в Астане. Но другая грань вопроса. Даже имея под боком образцовое хранилище для отходов и мусороперерабатывающий завод, есть те, кто средь бела дня или под покровом ночи сваливают мусор где-нибудь на окраине или даже в центре. 45-я школа. Рядом коллег где-то. И здесь свалки. Вот мы приехали на место, и вот мы видим, что здесь дети занимаются спортом возле школы. А вот здесь рядом мусор, большая часть из которого строительный мусор. И по идее, если вот это все поднимается в воздух от строя материалов, то этим самым дышат вот эти дети. Они же туда тоже, нет-нет, мне кажется, и вылазят. И дышат этим. Одного такого водителя грузовика с отходами оштрафовали на 100 с лишним тысяч тенге. В партии зеленых считают, что этого недостаточно. Может быть вообще жесткий закон, уголовный, дело возбудить на тех, кто бросает. Не только на те водителя, а еще строительным компаниям, которые вот это все производят, все это безобразие. А чтобы их воспитать, надзорные органы должны работать. У нас же есть природная охрана прокуратура, экологическая полиция, есть инспекции при департаменте, при мини-экологии. Где, куда, не смотрят. И, кстати, несоразмерным поступком наказание грязнулям считают не только экоактивисты. В Акимате столицы нам сообщили, что уже обратились с предложениями в Министерство экологии и МВД. Нынешняя система не пугает, а значит не работает. Идет предупреждение, а потом уже штрафы. Ну, штрафы, они небольшие. Так вот, это, к сожалению, не работает. Это надо признать. В первую очередь надо уже встречать законодательство, потому что других, к сожалению, рычагов влияния мы не имеем. Причем строительные отходы – это особая категория мусора. Все в том же новом эко-кодексе прописано, что на полигонах его хоронить запрещено. Возникает справедливый вопрос – а что тогда с ним делать? Нужна своя система переработки. В Астане такую установили. И цену за приемку сделали меньше, чем за обычные отходы. Но проблема в том, что сортировка должна проходить до. Там должен быть именно строительный мусор. А у нас, понимаете, все подряд там летит. Строительные компании не хотели вывозить мусор, потому что дорого. Сейчас делали дешевле, но нужно сортировать. То есть какую-то работу проводить. И опять никому. Потому что всем, извините за выражение, плевать. То есть в конечном итоге мы приходим к тому, что все начинается с уровня сознательности каждого. Как тех, кто не так или не туда выбрасывают мусор. Так и тех, кто управляют отходами, пишут законы и принимают решения о строительстве того или иного вида свалки. В любом случае, прежде чем что-то требовать от казахстанцев, нужно создать правильную мусорную инфраструктуру. Абсолютно с тобой согласен, Юля. Спасибо тебе за детальный разбор важной темы.